ну что друзья дорогие здравствуйте с вами на канале самый клёвый сегодня снова палыч давайте будем продолжать с вами беседовать в таком формате и сегодня у меня будет тема живет ли рыба после отпускания ну или статистика нашего великодушия когда мы отпускаем рыбу тема интересная думаю будет интересно всем послушать но я постараюсь вам рассказать ну давайте начнем вот как же приятно достать рыбу из воды сделать фотку или отпустить теме это наверное приятно или сначала положить садок а после рыбалки сфотографироваться и салоном великодушно выпустить назад вода с водоем смыслю пусть рыбка живет и какой же я молодец то что так сделал недавно я стал изучать этот вопрос довольно так конкретно как живет рыба после отпускания и живет ли она вообще но наверное вы тоже задумывались кто-то задавал себе такие вопросы узнал много интересного прочитал много литературы по этому поводу посмотрел многую много статистики после которой мой взгляд на отпускание рыбы сильно ребята изменился мне конечно очень нравится европейский такой стиле подхода поймал и отпустил и почти какое-то время я тоже практик практиковал вот эту практику ну конечно и какие-то за пляр я всегда забираю домой потому что считаю я уже вы наверно знаете меня что для меня рыбалка это это трофей это добыча и приятно конечно домой приносить рыбу но вот когда изучил вот эту тему опускание рыбы я если честно задумался да я по-прежнему стараюсь выпускать какую-то рыбу и вас призываю к этому но тут есть нюансы давайте разберемся в этих нюансах так а вы знали что по многочисленным западным исследованиям ну или по на европейскими нашим процент гибели опущенной рыбы составляет от двух и даже до 30 процентов в зависимости от вида рыбы способов ловли и конечно ее хранения если такую рыбу практиковать перед нереста то от полученного стресса в этот сезон рыба может перестать просто нереститься когда вы ее будете выпускать простым языком из ста опущенных нами рыб точно не вызовет примерно от двух до несколько десятков рыб и вот почему но тут играет много факторов давайте начнем с выживания вываживание травмы и стресс полученные от вываживания рыба болезненно к этому относится она также относится к резким перепадам глубин и температуре воды а еще при длительном вываживании она теряет много сил и а в мышечных волокнах скапливается у рыбы молочная кислота которая в переизбытке может принимать принести вред рыбе ну снятие с крючка что об этом скажу здесь влияет много факторов тут влияет и тип крючка от которого рыба может получить травмы ну и конечно аккурат здесь играет в особую важную роль аккуратность снятия улова и и даже сила сжатия особи и количество манипуляции рыбака с рыбой например температура нашего тела сильно отличается от риме от риме то может вызывать на так называемые ожоги у рыб когда вы берете ее руками также при грубом обращении мы нарушаем слизистую оболочку или покров у рыбы который защищает водного обитателя от паразитов и болячек еще не рекомендуется брать рыбу сухими руками кстати рыболовы спортсмены после поимки трофейной рыбы наверно замечали когда вы смотрите соревнования какие-то да они опрыскивают рану или вот рану от крючка или царапины специальным антистептическим спреем которые они приводят с собой на на соревнования но это они молодцы конечно а если рыба все-таки срывается с крючком задаете задаете зададите мне вопрос получаете рыба срывается с крючком что она тоже умрет так давайте остановимся давайте вот на этот вопрос мы сделаем с вами отдельный видеоролик и я вам об этом расскажу а над вами наживем этот видеоролик живет я рыба с крючком я думаю будет интересно согласны ну тогда сделаем обязательно так следующий фактор хранение в садке это следующий этап как от которого многие рыбы просто не переживут про металлические садки я даже и говорить не буду рекомендую использовать только в случае если вы точно планируете забрать улов домой травмы от ударов а стенки садка давка в тесном пространстве перепад температур волной ваш садок прибывает и берегу мелко грязь и в общем на другие факторы которые пагубно будут влиять на выживание рыбы ну наверно все это вы кто пользуетесь такими небольшими садками замечали что рыба в обычных средствах и в случае там погибает погибает в идеале нужен садок вот такой который используют спортсмены примерно два-три метра и когда вы туда опускаете рыбу он должен быть помещен на глубокое место в котором улов вас относительно будет свободно плавать и не травмировать голову и плавники пропус отпусканием ну что здесь еще конечно нужно правильно отпускать рыбу просто вот приведу покажу вам видео вот посмотрите как не стоит выпускать рыбу всем рыбакам это известно может это известно поэтому может конечно вызвать улыбку у рыбаков но вот видите доведя эта девушка которая это дело на рыбалке второй или третий раз жизни то так травмирует рыбу она просто конечно не знала но такое вот бывает поэтому просто избегайте научитесь правильно отпускать рыбалку а правильно отпускать рыбу нужно вот так посмотрите видео видите да именно так тихонечко давая рыбе продышаться чтобы она смогла себя отойти от стресса и спокойненько ее отпустить но давайте подведем итог конечно же лучше выпускать рыбу чем забирать если вам ее там домой не нужно на суп или на жарку лишнюю рыбу как бы не стоит брать метод поймал отпусти является спортивным гуманным и способствует увеличение популяции рыб но нужно все делать здесь аккуратно я бы сказал просто очень нежно и тогда вероятность смертности рыбы после отпускания существенно сократится а мы рыбаки сможем это из года в год наслаждаться рыбалкой кипящие по рыбах водоемах вот и все думаю я сегодня раскрыл эту тему ну спасибо что посмотрели мой ролик подписывайтесь на канал с вами был палыч на канале самый клевый пока пока до новых встреч в новом ролике